Добрый день. Все меня слышно, да? Может, какие-то помехи были. Вебинар будет идти в районе... Я думаю, за полчаса я все расскажу, и потом на вопросы отвечу, поэтому не думаю, что мы будем долго сидеть на вебинаре. Итак, мы подключаемся. Давайте сначала я выведу свою визитку, кто уже подключился, чтобы у вас были мои контакты на всякий случай. Вы можете просто навести камеру, и у вас сохранятся мои детали, моя почта, мой телефон и также веб-сайт компании. Я вот буквально на минутку поставлю сейчас, чтобы вы смогли просканировать. И я в конце также еще раз выведу, ну и как бы, коллеги, и потом можно будет просто себе скачать, и находит в доступе у вас презентации. Так, будем начинать тогда, возвращаясь к презентации. Если меня не будет слышно, пожалуйста, скажите, я тогда выключу камеру, может быть, связь наладится будет лучше. Итак, меня зовут Анастасия, мы базируемся в Дубае, наш офис в Дубае. Мы занимаемся всеми отелями сети JA, находятся в Эмиратах, Дубае, Мальдивы и также Сейшелы. Поэтому сегодня мы будем говорить о Джеймане Пару. Джеймане Пару был заново открыт 1 февраля, так как у нас был пожар в технической кабине. Из-за этого электричества не было, не было электричества на территории резорта. Поэтому мы закрыли резорт с декабря месяца и открыли 1 февраля. Поэтому у нас уже гости живут, начиная с 1 февраля. Итак, поговорим немного о самом бренде. Базируемся мы, компания была основана в Эмиратах, в Дубае. И первый отель, который компания открыла, это был JA Resort, Джаббл Али Resort и, как многие знают, Джаббл Али Beach Hotel и так далее. Поэтому мы начали с Дубаи и потом развивались в Индийский океан. На данный момент это наше портфолио отелей. Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Сейшелы. Мы открываем еще один отель в Сейшелах. А сегодня будем говорить, опять же повторюсь, о JA Manaparu, которая находится в Мальдивах. Итак, Resort это 5 звезд, отмечены множественными наградами. Также рестораны, наш спа и, конечно же, виллы. Это самый северный резорт. Мы находимся на самом северном атолле. Поэтому это идеальное место, где можно наблюдать за морской живностью, смотреть дельфинов и так далее. Потому что вас не беспокоят гидросамолеты, которые пролетают, либо же скоростные лодки. Поэтому сама жизнь, морская жизнь вокруг резорта очень красивая. Вот так выглядит сам резорт. Роскошные пляжные виллы и водное бунгало. С уникальными островными впечатлениями. Мы потом перейдем на саму карту резорта, где вы сможете увидеть, где располагается каждая категория номеров. Потому что по обе стороны это либо восход, либо закат. Так у нас называются наши водные бунгало. И, конечно же, те виллы, которые находятся, пляжные виллы, которые пользуются самым большим спросом гостей из СНГ, из России. Это именно пляжные виллы. Опять же, они находятся либо на восточной, либо на западной стороне резорта. И мы это также разберем. Как добраться до самого резорта? Вы прилетаете на Мали. У нас есть свой лаунж. Если вы летите внутренним перелетом, тогда есть лаунж в аэропорту в Мали. Если вы летите на гидросамолете, тогда есть наш лаунж в аэропорту гидросамолета. Поэтому в любом случае гостям будете провести время, пока они ожидают своего перелета. Оба лаунжа. Один в аэропорту Мали, один в аэропорту гидросамолета. В сумме это 75 минут, так как это самый северный атолл. Ну и, конечно же, завораживающий вид. Можно смотреть на всю живность, все острова, все резорты, когда вы будете пролетать. Итак, по номерному фонду и какие виллы, как продавать какую виллу. То есть стандартная категория номеров это бич-вилла с частным бассейном, которую, видите, номер 3 в списке. Они 200 квадратных метров. Почему мы выстроили с водных вилл? Потому что по размеру мы выстраивали 135 квадратных метров – это водные виллы, 200 метров – это пляжная вилла с частным бассейном, которая пользуется большим спросом. Следующая – это Вилакс пляжная вилла. Они самые популярные, потому что они самые большие – 400 квадратных метров. Сразу говорю момент, что 200 квадратных метров – это жилая площадь, так же, как и пич-вилла с частным бассейном, но у вас еще 200 метров террасы. И также семейный бассейн. То есть у вас больше вариантов для размещения. Можно находиться на своей террасе и в своем собственном бассейне. Вмещает от двух взрослых, одного ребенка и одного младенца. И следующие три категории номеров, они у нас всего одни. Наличие только одной виллы, одной резиденции на территории резорта. Это двухкомнатная океанская резиденция, пляжная резиденция и трехкомнатная островная резиденция. Это самый большой номер, который у нас есть, и самый как лакшери. Всегда забронирован в большинстве случаев заранее, потому что он вмещает до шести взрослых, трех детей и одного младенца. Также я говорю сразу, что резорт работает на полной концепции, все включено. Поэтому, когда вы проживаете на резорте, у вас нет мысли, то что делать, сколько потратить на какие-то развлечения, на питание, на рестораны и так далее, в концепции все включено. И так выглядит. Вы видите в верхнем левом углу, с моей стороны, думаю, с вашей так же, это наши пляжные виды. Это стандартные категории номеров. То есть у них свой частный бассейн, и они такие более приватные, потому что они ограженными стенами, очень уютные по размеру, 200 квадратов. Следующие, в верхнем правом углу, это наши морские виллы, которые находятся над водой. У них также свой панорамный бассейн. Следующие, это также наши sunrise и sunset виллы, которые с своим бассейном. Ну и последнее, это наши пляжные two-bedroom residence, которые находятся на острове, на самом острове. Мы говорим, что у нас в резорте больше бассейнов, чем самих номеров, потому что, я вернусь вот сейчас, да, у нас в резиденциях есть по два бассейна, поэтому у нас больше бассейнов, чем самих вилл и резиденций, и также у гостей есть два общих бассейна. То есть у каждой виллы, вне зависимости от стандартной до высокой категории, есть свой частный бассейн, плюс у вас еще есть два бассейна на территории резорта, которыми все могут пользоваться. Итак, переходим, конечно же, к самому опыту, что можно делать на территории резорта, какие рестораны, какие развлечения и так далее. То есть мы предлагаем частный ужин, если это гости приезжают, летают на медовый месяц, либо просто пары отдыхают. Все-таки Мальдивы – это очень романтичное место, особенно, как я говорила, в Северный Атолл вас ничего не беспокоит вокруг, нет никаких резортов, островов, перелетов, самолетов и так далее, поэтому очень красивый вид. Уникальное место, которое есть в резорте – это The Cellar. Это наш погреб, винный погреб. Это единственный винный погреб, который имеет такую коллекцию вин, и там находится всего три стола, поэтому нужно заранее бронировать. Невероятный опыт, вы будете дегустировать вина и разные закуски, поэтому это целый вот experience, такой целый опыт, который только можно попробовать Джейма на пару, потому что только у нас есть такой выбор вин. Переходим дальше по ресторанам. White Orchid – ранее это был ресторан, после того, как мы открывались после COVID-а, мы поменяли ресторан на концепцию lounge, поэтому это более расслабленная атмосфера, где можно попробовать закуски, напитки и так далее. Ресторан Ocean Grill – это морепродукты, и The Cellar – это, я об этом уже говорила, это винный погреб. Это самый глубокий винный погреб на Мальдивах. Переходим далее. Ресторан Кокони – это интернациональный завтрак, то есть все коллеги будут… Здравствуйте, Алексей. То есть все гости будут приходить на завтраки в ресторан Кокони, Infinity Bar и бассейн, который находится у бассейна. Бассейн также Infinity, то есть у вас вид из бассейна сразу же на океан. И Bistro and Pool – это, опять же, средиземноморские закуски, блюда, где можно расслабиться на протяжении всего дня в более такой casual атмосфере. И переходим далее к самому интересному. Одному из самых интересных – это что входит в концепцию «все включено». По прибытии гостям предлагаю, предоставляется бутылка домашнего шампанского и домашнее миндальное печенье, то есть макароны. А также включен завтрак, обед, ужин и закуски в шести ресторанах и барах. Завтрак в ресторане Кокони, как уже говорили. Обед из трех блюд по меню в ресторане Кокони или Andiamo Bistro и бассейн Bistro. То есть обед из трех блюд. Послеобеденный чай с панорамным видом в ресторане Кокони. Ужин также из трех блюд. Закат лаунжа White Orchid. Как я уже говорила, мы изменили концепцию не ресторан, а лаунж White Orchid. Более расслабленная обстановка. Широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков. И персональный бар на Вилле пополняется один раз в день. То есть также этот момент очень важен, когда гостя спрашивают, что по поводу мини-бара и пополняется ли он сколько раз на протяжении проживания. То есть он пополняется один раз в день в каждой вилле. По концепции все включено. И переходим к описанию самого острова. То есть вы видите две стороны, где прилетают гидросамолеты. Да, у вас с западной и восточной стороны прилетают гидросамолеты. Это в зависимости от погоды, от времени суток и так далее. То есть если погодные условия меняются, тогда они могут менять направление и прилетать либо на север, либо на юг, либо на восток, либо на юг. Также возле Sunrise, где прилетает гидросамолет, по этому причалу гости могут идти и есть вход в воду, и можно сразу же подплывать к рифу, к коралловому рифу, потому что он находится немного далековато от самого берега, поэтому лучше, конечно же, чтобы гости им удобнее, да, они пройдутся, посмотрят на вид, красивую морскую жизнь и могут спуститься сразу же к рифу. У вас видно мой джойстик, когда я двигаю, или нет? Потому что я думаю, не видно. Нет, не видно. Так. Ой, прошу прощения. Так, вот где номер один, это я говорю о этом месте, где фиолетовый номер один, где написано House Reef, это наш домашний риф, коралловый риф, и вход, можно входить в воду от самого печала. Далее, по прибытию у каждой вилы стоит велосипед 4х4. Это очень удобный и интересный способ. Вы можете передвигаться по всему резорту на этом велосипеде. Он стоит у входа в каждой виле, и по прибытию гостей получают доступ. Они могут пользоваться бесплатно и передвигаться по всему резорту. Где написано Beach Villas возле пляжа, да, это все наши пляжные вилы, то есть они находятся со стороны восхода, Sunrise. И все наши Deluxe Beach Villas, которые 400 квадратных метров, да, вы видите по размеру у них больше террасы, и они сами по себе немного просторнее. Они находятся, то есть оттуда видно очень красивый закат. То есть, чтобы понимать, где гости будут располагаться, если они выбирают пляжную вилу, либо Deluxe пляжную вилу. То есть они под две разные стороны. И следующая категория, и категория, которые следующие, это Sunrise, это водные вилы. То есть они у нас находятся по две стороны резорта. И также вид либо же на восход солнца, либо на закат. Также сразу же видно по номерам, по номерам, где гости останавливаются, то есть можно бронировать заранее, гарантировать, и гарантировать гостям прибытие, и где именно можно размещаться. По территории резорта вы видите тропинки. Это места, где можно кататься на велосипеде, так как велосипеды 4х4, можно также кататься по пляжу, очень удобно. В плане развлечений, что у нас еще есть, это гольф и шарики сделаны из еды для рыбок. То есть вы играете в гольф в воду, и, конечно же, это уже корм для рыбок. Это очень интересный способ, чтобы подкормить морскую живность и также развлекаться. Также множество водных видов спорта. Это все можно будет бронировать на территории резорта. Ну и, конечно же, сама территория, это очень зеленая, очень оживленная. И, конечно же, вы видите здесь, где находятся пляжные виллы, которые двухкомнатные и трехкомнатные. Они находятся внутри самого резорта, то есть они более уединенные, они окружены зеленью. И, конечно же, одна из самых популярных вилл, которые у нас есть, это Two Bedroom Ocean Residence, которая только одна единственная. Вы видите ее в самом конце, в южной стороне. Это самое популярное, потому что у нее огромный бассейн, который выходит сразу же в океан. И, конечно же, это одна единственная вилла, которая такого размера. Это двухкомнатная, двухспальная. но, конечно же, смотрит просто в глубину океана. Если есть вопросы по карте, пожалуйста, скажите, чтобы я сейчас могла ответить. Я надеюсь, что ничего не пропустила. Это пишет. Мы тогда будем передвигаться. Уроки по гольфу по ценнику я вам пока не подскажу. Я выставляла свою визитку, вы можете мне написать, и я вам дам ответ. Это гольф просто как развлекательный, да, то есть вы бросаете это сразу же в океан, в воду, поэтому как такового самих лунок для гольфа нет. Но, как бы, я могу проверить, посмотреть, если у нас есть уроки для гольфа. Так, следующий. Какая глубина в океане у водных вилл? Достаточно, чтобы... Да, достаточно. Сразу скажу, что от пляжа, когда вы идете, конечно же, глубина довольно-таки долго она будет по шею, да, но если вы находитесь уже на водных виллах в более удаленной стороне, либо к южной, либо к северной, тогда глубины достаточно. Визитку я в конце еще раз выставлю. Это QR-код, который можно будет просканировать. Где самый лучший пляж? Конечно же, если по расположению, да, вы видите, что это пляжные виллы и делак с пляжной виллой, пляжи одинаковые, единственное, это вид. Какой вид гости больше предпочитают? И, конечно же, само размещение, если они хотят большую террасу, и также бассейн, на этой террасе, то есть это либо же восход, либо закат, то есть здесь вписано, да, water, тогда здесь вся часть острова будет на стороне sunset. Если это sunrise, water, тогда вся часть острова будет на sunrise. То есть это важно, когда гостям иногда важно, да, они хотят увидеть сразу же восход солнца, либо они хотят увидеть красивый закат. Но сам пляж, по качеству пляжа со всех сторон он одинаковый. Единственное, что, да, вот здесь еще коралловый риф есть, поэтому, кто хочет близко находиться к коралловому рифу, тогда это пляжные виллы, да, пляжные виллы, которые расположены вот полностью по всей стороне sunrise, где солнце восходит. То есть тогда, если гости размещают цены пилот вилла, тогда им нужно брать велосипед либо пройтись к house рифу. Итак, переходим дальше. И, конечно же, вот все в комплексе, да, что я сказала. Это два общих островных бассейна плюс частный бассейн на вилле. Как я говорила, да, есть два бассейна, которые доступны для всех, есть частные бассейны у каждой виллы. Дайв-центр, то есть можно арендовать джетти, можно заниматься различными видами спорта. Снорклинг на рифе, как я уже говорила, можно пройтись по причалу, есть вход прямой в воду, откуда можно проплыть к рифу. Традиционные морские прогулки и наблюдение за дельфинами и черепахами. Опять же, как я уже сказала, что так как у нас нет чартерных самолетов, которые пролетают, да, внутренних перелетов, либо же гидросамолетов и скоростных лодок, поэтому никто не распугивает морскую живность, поэтому находится вся возле резорта. При включении на корабле, то есть можно затазывать либо же какую-нибудь вечеринку, если это друзья, либо семья, можно выезжать на корабле на целый день, но опять же, сейчас со всеми COVID-ограничения по количеству человек. центр водных видов спорта, включая водные лыжи, парусный спорт и так далее, отдых и спорт на побережье, в том числе пляжный волейбол, футбол и многое другое, также доступно, это бесплатно для гостей, тренировочное поле для эко-гольфа, да, вот по поводу эко-гольфа я узнала, если вам интересно, пожалуйста, спросите мне сообщение, я эту информацию вам предоставлю, порт для тенниса и бадминтона, спа-центр с аэрведическими ароматерапией и процедурами, очень интересно, это 10 комнат в спа-центре, конечно же, всегда нужно попробовать спа на Мальдивах, это отдельный опыт, зоны отдыха в помещении и на открытом воздухе, небольшой бассейн, сауна и парные и павильон, говорится, для души и тела с оздоровительными программами, ну и, конечно же, детский клуб, кто знает, кто бронировал наши отели-резорты в Дубае и Мальдивах, у нас называются детские клубы одинаково и детская политика одинаковая, cool zone с 3 до 11-9 лет, то есть с 12 и подростковый клуб chill zone с 8 до 16 лет, поэтому это очень обширный возрастной сегмент, потому что и подростки, у них отдельный клуб и для деток абсолютно другая анимация. как бы небольшая информация, да, вот где Infinity Pool, который общий для всего резорта, смотреть на дельфинов, снорклинг, снорклинг вы видите, да, вот насколько он далеко от самого резорта, где можно смотреть на кораллы, то есть лучше подойти, конечно же, через причал, пристань, да, чем отплывать от самого пляжа. Как уже говорила, 10 массажных комнат, выбор из различных массажей, разнообразные услуги по уходу за лицом и телом и конец презентации. Я вам сейчас включу видео и, пожалуйста, мне пишите, если будет видно. Я включу видео до, когда мы еще не открыты были, мы сняли это видео, когда был резорт полностью закрыт и пустын, и видео, которое как бы когда жизнь возвращается уже на круги своя. Вам видно видео? Так, еще раз. Ага, сейчас прогружается. Так, попробую второе видео. У меня видно, у вас видно. видео. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас, конечно, немного другая ситуация в связи с ковидом, больше социальной дистанции соблюдается, но возвращается все на круги своя, особенно в Мальдивах, потому что резорты маленькие. Итак, я вам скажу быстренько сейчас о предложениях, которые есть на Джеймана пару. То есть у нас есть раннее бронирование. Это от 10 дней выше и скидки от 15 до 25, до 20 процентов. Поэтому кто бронирует заранее месяц, три месяца, два месяца, получит больше скидок. И также, проживая 11 ночей, вы платите только за 9 ночей. И два опера, два СПО, они совместимы. То есть можно бронировать и раннее бронирование со скидкой, и 11 ночей платите за 9 ночей. Это то, что у нас есть сейчас в доступе и по контракту. Так, я буду смотреть вопросы. Быстренько. Какое расстояние до крайних вилл? Если эту информацию смогу найти, сейчас я вам подскажу точно. Можно ли сделать ПТР-тест в отеле? Да, можно сделать 180 долларов и плюс налоги, если не ошибаюсь, либо 180, либо 190 долларов, включая все налоги, можно делать ПТР-тест в отеле. Бронировать его нужно также заранее. То есть когда гости прилетают в резорт, уже забронировать его нужно на вылет. Кому нужен ПТР-тест. СПА-услуги. СПА-услуги – это отдельно, они не включены в концепцию, все включено. У вас… сейчас я еще раз перемотаю на слайд, где расписано все, что включено в концепцию, all-inclusive. То есть вот этот весь список – это то, что включено. Остальные услуги развлечения – это за доплату. Последняя реновация номеров проводилась на протяжении COVID-а. То есть когда резорт был закрыт с апреля месяца по сентябрь, мы открылись обратно в сентябре, мы делали реновацию ресторанов, некоторых вилл, которые нуждались в реновации, самого резорта. И, конечно же, поэтому концепция меню немного изменились, мы изменили, да, ресторан более, лаунж. Виллы также были обновлены, мебель была обновлена. То есть это все происходило во время карантина. Как получить файлы по отелю? Меню из ресторанов, доп. услуги и так далее. Файлы по отелю, вы имеете в виду все это вместе, да, меню ресторанов, доп. услуги и так далее. По ценнику, да, вы это имеете в виду? Если да, тогда можно зайти и перейти на веб-сайт. И на сайте есть все расписано. Там также можно поменять сайт на русский язык. Джеймана Фару. И на русском языке будет расписано там по ресторанам, что есть, а также по услугам. Если эти услуги платные, то ценник тоже можно получить. Я вам сейчас отбрасываю ссылку одну. Мы сделали 360 обзор. То есть можно ходить по вилле, можно ходить по самому резорту. Поэтому вы сейчас можете скопировать эту ссылку. И когда вы выбираете, какой номер предложить, либо же себе, либо же клиентам, тогда вы можете, конечно, выбрать, какую виллу больше интереснее подобрать. Вы можете посмотреть также мебель, как внутри смотрится вилла. Пожалуйста, вот ссылка вам. И также эта ссылка у нас есть на сайте. То есть когда вы открываете сайт Джеймана Фару, там написано 360 view, вид 360. И можно погулять по резорту, посмотреть, какие виллы лучше подобрать. Либо же это резиденция, либо же это вилла и так далее. Они все расписаны под категорием, как называется, тип номера. Туда вы будете переносить. Контакты еще раз я вывожу. Вы можете просто поднести телефон, камеру включить и просканировать QR-код. Там будет мой номер телефона, моя почта и сайт компании. У нас также еще Дженнифер. Она директор по продажам и маркетингу Джеймана Фару. Также находится в Дубае. Но так как я занимаюсь рынком СНГ, поэтому вы можете мне задавать вопросы. Я буду переводить на нее и по поводу брони, по поводу депозитов, по поводу отмен, конечно же, и так далее. У нас также была изменена, изменены правила отмена. То есть кто работает через принимающие компании на Мальдивах, кто имеет прямые контракты, кто бронирует через туроператоров, у них эта информация уже есть. Дальше. Так, сейчас. Я не могу zoom out сделать. Коллеги, можно мне попросить вас, коллеги из профитревела, кто у меня здесь есть в помощь? Анна, если вы есть, можно немного zoom out сделать QR-кода? Потому что я пытаюсь делать меньше, но не получается. Давайте тогда на всякий случай здесь сейчас напишу это все в чате, у кого не получится просканировать. Так. Получилось? Отлично. Ну да, у кого не получилось, еще вот мне здесь, я еще сбросила в чат свои контактные данные, телефон, номер и почту. Какие еще вопросы были, если я пропустила что-то? Размещение с домашними животными нельзя, насколько я знаю. И под обуслугам, как я уже сказала, это можно посмотреть всю эту информацию на сайте, потому что, опять же, иногда услуги меняются, и также ценник меняется, поэтому если вам сейчас дам неправильную информацию, конечно, будет, и уже посоветуйте гостям, да, чтобы потом проблем не было, поэтому лучше посмотреть на сайте, либо же со мной связаться уже по факту, когда гости прилетают, и тогда я могу подсказать, что, какие цены, да, какие услуги и так далее. Поэтому это хорошо держать контакт, вы можете со мной, как с представителем, держать контакт, спрашивать по конкретным броням, ну и, конечно же, если нужна информация уже конкретно о резорт, я буду спрашивать там сам резорт. Так, у кого есть еще вопросы, подсказывайте, презентация будет в доступе, то есть вы сможете, вы сможете скачать презентацию, также видео можно посмотреть, и все включено, информация по все включено, есть также на сайте, и она у меня тоже есть, то есть я могу сбрасывать, если вам интересно, это PDF-файл, но на английском языке, поэтому я могу этой информацией поделиться, конечно же, кому конкретно нужно по прибытию. Вы можете мне сбрасывать почту, запрос в почту, либо же на WhatsApp, и тогда я буду делиться информацией, которая есть более новой, обновленной, да, потому что вебинары, они как бы немного устаревают, собственно, с протяжением времени, поэтому лучше, когда вы напрямую уже будете спрашивать. Какие комплименты есть в туристах, день рождения, юбилея, свадьбы? Можно, конечно же, стандартные комплименты, какие-то фрукты в номере по прибытию, да, цветы, лепестки, росты, цвета малозажены, какие-то торты и так далее, но, конечно же, можно сразу говорить, если есть какие-то требования, можно сразу сказать, да, что вот прибывают гости, такое-то событие, вот мы хотим организовать такого рода. Да, за вилой закрепляется батлер. Сколько стоит отдельно оказать бутылку вина для туристов в номер? Опять же, какую бутылку вина, да, то есть если мы будем брать из винного погреба все вины разных цен, да, в зависимости от страны, от года, от типа и так далее, поэтому, опять же, эта информация будет перенаправляться в рестораны, резорты, чтобы узнать ценник по вину, который интересен. И лучше бронировать заранее, вы имеете в виду вино, доказать бутылку вина, если заранее. Смотрите, по прибытию гостям предоставляется бутылка шампанского, по концепции все включено, видите, первый пункт, по прибытию бутылка домашнего шампанского. Поэтому, если, да, если хотят еще какое-то определенное вино, конечно же, заранее нужно заказать, если у нас в наличии есть, если в наличии нет, тогда альтернативу мы можем подобрать. Всегда по каким-то спецзапросам, конечно же, лучше заранее, заранее спрашивать, заранее все наладить, чтобы, да, по прибытию гостей уже все было организовано в номере в вилле. Спасибо большое. У кого еще есть какие вопросы, задавайте. Если потом появятся вопросы позже, можете мне писать на почту, либо же, если что-то срочно, можете в WhatsApp писать. Ну, как я уже сказала, что у нас есть моя коллега Дженнифер, которая занимается только Индийским океаном, священными мальдивами, поэтому если какие-то вопросы, на которые я не смогу ответить, она подскажет в любом случае. Но по поводу бронирования и всего остального также. Так, какие еще вопросы есть? Я быстренько пройдусь, открою вот карту, если у кого-то есть вопросы по размещениям вилл и по активностям. Также можно спрашивать. Спасибо, уважаемые коллеги. Как я уже сказала, если позже появятся вопросы, вы пишите, звоните. Насколько сейчас загружен отель? В данный момент загружен он на 40%, если я не ошибаюсь. Но, опять же, регулировки есть от государства, поэтому, как и в Дубае сейчас у нас 70%, сколько можно, так на Мальдивах эта информация меняется. Основной контингент в данный момент, если честно, так как для России и для стран СНГ немногие страны открыты, поэтому у нас очень, в принципе, много гостей из России, поэтому это, конечно же, семьи. Если мы говорим о просторных номерах, приезжают двое взрослых, два ребенка, бабушки, дедушки и так далее. Ну и, конечно же, и молодые пары, потому что, как я сказала, не так много стран открыты для путешествий сейчас, Эмираты, Мальдивы, в принципе. Поэтому, кто уже побывал в Дубае, те сейчас летят на Мальдивы, кто побывал на Мальдивах, летят в Дубае. Поэтому контингент, если честно, обычно это Англия, Франция, Россия. Англия, Франция, Россия, да. А сейчас это Россия. Россия, Украина, Беларусь. Вот, и в плане семей, либо пар, ну, конечно же, всегда больше семей. И в Дубае сейчас очень много семей, и на Мальдивах очень много семей, которые прилетают на отдых. Ну, конечно же, есть процент пар. Я надеюсь, что я ответила на все вопросы, которые были, на те, которые не смогла ответить. Вы, пожалуйста, обращайтесь, да, чтобы я узнала, если нужна дополнительная информация, если не сможете найти на сайте. Там все расписано подробно по всем услугам. Поэтому всем хорошего дня, удачи, хороших продаж. Как я уже сказала, немногие страны открыты, поэтому Мальдивы – это одно из топовых предложений сейчас. Так что кто может, стоит, конечно же, слетать сейчас. Все, тогда спасибо огромное, что присоединились сегодня. Всем удачи, презентация будет в доступе для вас. Хорошего дня. Все, всего доброго. Я буду отключаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.